Всем привет! С вами Маша и сегодня я хочу показать вам новинку от фабрики Декора потрясающие наборы рамочек. Они отличаются друг от друга не только цветовой гаммой, но и наличием фольгирования, а также наполнением наборов. Есть наборы в которых 39 элементов, а есть наборы в которых 50 элементов. И давайте я покажу вам некоторые из них. Удобно то, что весь набор выполнен в одной цветовой гамме и не будет ненужных остатков, не подходящих под проект. А если же вам нужны рамочки разных оттенков, то можно замиксовать и два и три набора. Причем все они идеально сочетаются между собой. Хочу обратить внимание, что рамочки выполнены из плотной двусторонней скраб бумаги и несколько тоньше, чем многие привыкли. Однако для меня это только плюс. Наконец-то я смогу использовать рамки в фотопапках Project Life, а также других альбомах, расстояние между разворотами которых не подразумевает объемный декор. Обратная сторона рамочек без фольгирования однотонная. А у рамочек с фольгированием она совпадает с обычным набором того же цвета. Количество рамок и их размеры представлены на обратной стороне упаковки. И, как вы видите, наполнение может быть двух видов. В наборе из 50 элементов представлены три рамочки размером 10х15, три рамочки 12х18, две двойные рамочки 9х5 см, по одной рамке 9х5, 8х4, 7х3 см, шесть рамочек 5х5 см, одна рамочка 11х9 см, три рамки 10х9 см, четыре рамки 6х5 см, шесть рамки 6х6,5 см и две рамки 9х6,5 см. И, как можно посчитать, в этом наборе 29 рамочек. Однако, элементов у нас 50. И помимо рамочек в этом наборе представлены другие элементы. Это звездочки, негативы от них, разделители и треугольники, которые могут служить уголками для фото. Всего таких элементов в наборе 23. А теперь давайте рассмотрим набор, состоящий из 39 элементов. Тут поменялось не только количество рамочек, но и их размеры, а также другие декоративные элементы. Итак, в этом наборе представлены две рамочки 17х12 см, две рамочки 14х9 см, две рамочки 11х6 см, также две штучки 14х11 см, две 5х5 см, четыре рамочки 7х8 см, две рамки 11х8 см, две рамки 9х6 см и одна 7,5х4 см, а также 20 других декоративных элементов. Итого в этом наборе мы видим 19 рамочек, совершенно другие разделители. Кстати, разделители уже пробегованы посередине, поэтому для использования их нужно только аккуратно согнуть. Вместо звездочек в этом наборе идут вот такие вот милые сердечки. Также присутствуют от них негативы и совсем немножко уголков для фото. На сайте представлено 16 разных расцветок и я хочу познакомить вас с некоторыми из них. пинк или розовый с фольгированием, пинк без фольгирования. Блу или голубой с фольгированием и также без фольгирования. Минт или мятный также представлен как с фольгированием, так и без. Очень красивый дарк блу представлен тоже в двух вариантах с фольгированием и без него. purple, yellow, grey, beige. Также все с фольгированием, но если вдруг вам захочется разнообразить свой проект или вам не нужны там рамочки с фольгированием, вы можете просто их перевернуть. И безусловно это еще не все расцветки этих рамочек. На сайте у фабрики декору вы можете найти и другие цвета. Я могу как угодно долго восторгаться этими рамочками, но давайте лучше я покажу вам как я использую их в своих работах. Я очень быстро буквально за два дня сделала вот такой вот маленький альбомчик. У меня были распечатанные фотографии, которые то не подошли к проекту, то еще что-то. И мне конечно же жалко было их выбрасывать. И они поселились вот в этом альбоме. Как вы видите, тут главным элементом декора послужили рамочки. Без них это бы смотрелось не так мило, не так стильно, как при использовании вот этих элементов. Также я применила уголочки, которые шли в комплекте с рамочками и вот такие вот вырубные элементы. Вот посмотрите, я скомбинировала два элемента вот в такую вот картинку. Мне кажется получилось очень мило, достаточно просто делать, быстро и без каких-либо сложных композиций. Такие альбомы можно запросто подарить родителям. Я например его сделала для своей мамы, чтобы у нее были фотографии Алиски. И это у меня не заняло ни много времени, ни большое количество материалов. Но смотрится, как мне кажется, очень эффектно и красиво. Дальше у меня там еще пустые странички, которые я буду заполнять по ходу взросления дочки. Также этот альбом можно поставить в раскрытом виде и он будет смотреться как самая настоящая фоторамка. На одном развороде я применяла как фоторамки разных размеров и цветов, так и одинаковые фоторамочки. Благо в комплекте есть и те и другие. И сочетая несколько комплектов можно получить достаточно интересные решения по цвету и по декору. А как вам вот такая длинная-длинная фоторамка? Мне кажется, что достаточно интересный декор. Фотографии в таких рамочках смотрятся очень выигрышно. Ну разве не милота? Кстати, для декора этого миника я использовала помимо рамочек только высечки и наклейки от фабрики декора. А то, что эти фоторамки имеют небольшую толщину, позволило мне вместить их вот в такой вот маленький альбомчик. И еще одна область применения этих рамочек это Project Life. Мне нравится вести такие альбомы, но до этого момента рамки я в них не использовала, опять же по причине их толщины. А вот эти рамочки просто идеально размещаются в ячейках и не добавляют почти никакой плотности. И вообще я в восторге, как розовые и серые рамочки просто идеально подошли к бумаге из коллекции Scandi Baby Girl. Что ж, надеюсь это видео было вам интересным и полезным. Спасибо за просмотр, желаю вам вдохновения и пока-пока! До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok